Это не первый визит китайской делегации в наш город. Глава Сочи Анатолий Пахомов показывает цветущую улицу Новогинского, рассказал о том, что и сочинская делегация приезжала в Китай. В результате несколько групп из Поднебесной уже отдохнули в курортном Сочи. Туристов может быть еще больше, если будут открыты прямые авиарейсы. Это предложение было озвучено уже мэром Суньджи в городской администрации. Мы поддерживаем хорошие отношения со многими российскими городами. Открыли прямые рейсы во Владивосток, Хабаровск и Кагеринбург. И в дальнейшем планируем открыть рейс в Сочи. Туристам будет удобно, если они в 8 часов будут лететь до Сочи. Это будет удобно. Если это будут пересадки через Санкт-Петербург, через Москву, либо через Казань, уже не будет туристических потоков. Поэтому задача это открыть, конечно, прямой рейс. Говорили не только о туристах, но и о молодежи. Анатолий Пахомов предложил наладить обмен студентами. Гости в ответ пригласили сочинских врачей на мастер-класс по традиционной китайской медицине. Они также высказались о товарообмене. Но, к сожалению, в нашем городе продукты не производятся. Мы туристический город. У нас производится чай. Самый-самый северный чай в мире. Мы вам его обязательно подарим. И вы попробуете. Если чай понравится, то мы будем его поставлять вам. Китайская делегация предложила Сочи участвовать в следующем году в конференции городов-попротимов в рамках международного китайского фестиваля «Льда и снега». К слову, Харбин – попротим Краснодара, где гости Поднебесной побывали накануне. А сегодня они отправились на экскурсию в Красную Поляну. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Да, да, да.